МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире цены Западной Армении братья Самвел и Арсен Степаняны. Вопрос возвращения армян-арцаха на родину должен быть в повестке дня. Вартан-Осканян. Взаимодействие между Баку и Ереваном наладится в конце текущего месяца. Баку может торгнуться в Армению в ближайшие недели. Применение силы недопустимо. Важен прямой диалог между Ереваном и Баку-Гостер в США. Россия продолжит диалог с Арменией. Песков. МОС Халивори подвергся культурному вандализму. Сыны Западной Армении, братья Самвел и Арсен Степаняны, жители города Мартакерт, погибли 19 сентября в бою за родину. 19 сентября в Кохтатахе погиб Арсен через день, 20 сентября, в 4 утра Самвел. Известий от Арсена и Самвела не было. Узнав, что из Егны Кнект оставлены тела 9 погибших, бабушка Альвина отчаянно отправляется в дом созлуживца внука, так как понимала, что старшего внука уже нет живых, и о младшем ничего не известно. О гибели младшего сына семье сообщили 27 сентября. Солдаты были неузнаваемые, Арсена узнали лишь по одежде. Тело Арсена и соратников с поля боя вывел в артан друг Арсена. Никто из командования при этом не участвовал и не присутствовал на похоронах. Утром 27 сентября стало известно, что Марта Керт сдают. 28 сентября тело Самвела перевезли в Марта Керт, и мы покинули город, рассказывает мама Алла. 10 октября братьев похоронили в военном пантеоне Ераблюш. Вечная слава павшим бою героям. Сегодня ситуация изменилась. Изменилась повестка, появились новые вопросы. Первый вопрос – это возвращение арцахских армян на родину. Об этом в своем видеообращении заявил бывший министр иностранных дел Восточной Армении Бартан Осканян. Существует проблема репатриации. Это должно лежать в повестке дня. Это вопрос достоинства нашего народа. Вопрос возвращения в Армению наших соотечественник, пленных и незаконно удерживая в боку руководителей Арцаха, должен войти в повестку дня. Эти проблемы должны быть решены. На протяжении 30 лет Баку не отказывался от требования, чтобы его граждане вернули свои дома. И Армения сегодня должна настаивать на том же. Специальный представитель Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клар заявил, что обсудил дальнейшие шаги по всеобъемлемующему урегулированию в Ереване и Баку. Об этом Клар сообщил в своем микроблоге «Икс». Вернулся из Баку и Еревана, где обсудил дальнейшие шаги на пути к всеобъемлемующему урегулированию. Для Баку и Армении важно придерживаться позитивной и согласованной повестки дня. Ожидаем, что это взаимодействие будет подвержено на встрече высокого уровня в Брусселе в конце этого месяца. Ранее стало известно трехсторонняя встреча главы Баку Ильхама Алиева, премьера министра Восточной Армении Никола Пашиняна и председателя Европейского совета Шарля Мишеля запланирована на конец октября в Брюсселе. Госсекретарь США Энтони Блинкин заявил на встрече с группой американских конгрессменов, что Баку может торгнуться в Армению в ближайшие недели. Об этом пишет газета «Политико» со ссылкой на анонимные источники. В ходе состоявшейся беседы 3 октября прозвучали вопросы официальных лиц относительно реакции США на сентябрьское нападение Баку на Арцах. По данным издания Блинкин заявил, госдепартамент ищет способы привлечь Баку к ответственности и не планирует продлевать приостановку акта о свободе. Данный закон запрещает предоставление военной помощи Баку, однако американская администрация обходит закон с 2002 года. Последний срок приостановления истек в июне, и администрация США не объяснила, почему не обновляет его. Политико считает это неоспоримым фактом. Госдепартамент США ответил на запрос армянской службы «Голоса Америки» относительно публикации в политику под названием «Блинкин». Предупреждает законодателей, что Азербайджан может вторгнуться в Армению в ближайшие недели. В ответ Госдепартамент подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают сотрудничать с лидерами Баку и Армении на самом высоком уровне, стремясь к достойному и прочному миру, где соблюдаются права всех. Применение силы неприемлемо, и прямой диалог имеет решающее значение для разрешения этого затянувшегося конфликта. Внешнеполитическое ведомство Америки также отметило, США поддерживают усилия правительства Армении в тесном сотрудничестве с гуманитарными организациями по оказанию помощи вынужденным переселенцам, чтобы найти убежище и комфорт в Армении. Мы выражаем наше сочувствие перемещенным лицам, осознавая, через какой шок и травму они проходят и с какой неопределенностью сталкиваются. Москва продолжает диалог с Ереваном, несмотря на то, что Никол Пашинял не приехал на саммит СНГ в Бишкек. Об этом накануне сообщил журналистом пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. У главы Еревана есть причины на это, и мы с уважением к этому относимся. Но это не значит, что мы прекращаем наши контакты. Мы продолжаем наш диалог. Армения была, есть и будет нашим союзником и соседом, страной, с которой нас объединяет общая история и общее будущее. Напомним, что накануне в столице Кыргызстана проходило заседание Совета глав государств СНГ, в котором, однако, не принял участие Никол Пашинян. Также в рамках саммита состояла встреча Путин-Алиев, в ходе которой президенты двух стран, помимо других вопросов, обсудили также вопрос Арцаха. Сайт «Мониторинг наследия Кавказа» опубликовал спутниковые фотографии, на которых четко видно, что в оккупированном Гадрудском районе Республике Арцах Баку уничтожил, расположенный в двух километрах к юго-западу от села Метстагер, исторический мост Халивор 1825 года. Информация касательно моста скудная. Согласно надписи, на семи строках, высеченные на плите, примыкающих к притоку моста, это один из шесть мостов, построенных на Ишханагете и его притоках, четыре из которых непрерывно охранялись и действовали до Второй Арцахской войны. Мост соединял села Туми и Метстагер. До 90-х годов XX века мост не привлекал внимания туристов и исследователей. Основная информация доступна из-за работ Самвела Карапетяна, посвященной мостам Арцаха. Можно констатировать, что Баку продолжает уничтожать армянские следы в оккупированных районах Арцаха. На территории оккупированного Гадрудского района азербайджанская сторона проводит масштабные дорожно-строительные и инженерные работы военного характера, ставящие под угрозу многочисленные памятники Гадрудского района, о чем говорилось неоднократно. Считаем необходимым напомнить, в первом протоколе Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженных столкновений уничтожение культурных и духовных ценностей на оккупированных территориях запрещается. Второй Гаагский протокол 1999 года подтверждает это требование и квалифицирует такое деяние в соответствии со статьей 15 как международное преступление. Уничтожение культурных ценностей также запрещены Женевскими конвенциями и протоколами о защите жертв войны, законами от 12 августа 1949 года, а также соответствующими резолюциями ООН и соглашениями о защите прав человека. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok